Здравствуйте, дорогие зрители! Я Рустам Доминов, преподаватель кафедры общей физики Казанского Федерального Университета. Я вам покажу занимательный опыт. Вот здесь у меня в руках весьма красивая и занятная вещичка. Обратите внимание, что она асимметрична в этом направлении, имеет асимметрию также здесь и рассвечена для того, чтобы выглядела эстетично. Она обладает замечательным свойством. Если сейчас я придам ей вращательный момент, положив на горизонтальную поверхность столешницы, она придет вращательное движение. И вращаться будет достаточно долго, поскольку силы трения между столешницей и этим устройством относительно мала. Ну, любая подобная вещь, бутылка, например, стеклянная, лучше раскрученной, достаточно долго вращается. Ну, если мы эту же самую вещь раскрутим в противоположное направление, она, сделав 2-3 оборота, останавливается, начинает вращаться в противоположное направление. Давайте еще раз воспроизведем этот эксперимент. Ну, сейчас получилось удачнее, видите, сделала штук 6-7 оборотов, наверное. Объясните, пожалуйста, что остановило и заново раскрутило это тело? Это тело называется кельтом. Есть поверье о том, что якобы древние кельты завоевали, завоеватели в Гропе. В перерывах между боями играли камешки на пляже. Среди этих камешков были такие, которые обладали подобным же свойством. Вращались в одном направлении до остановки, а затем, будучи раскрученной в противоположное направление, также делали пол-оборота, один оборот. Так что это устройство носит название кельтская лодочка, или кельтский камень, или сокращенно просто кельт. А сейчас посмотрим второй эксперимент. Вот это у меня в руках выхлопная труба пылесоса. Сам пылесос находится в столе. Вот я его включил и выключил. Этот пылесос, однако, не всасывает в себя воздух, а наоборот, выбрасывает воздух. Имеется еще вот такая насадка к пылесосу самодельная. Это трубка, на конце которой находится перпендикулярно к этой трубке закрепленная поверхность. Я сейчас сделаю следующее. Насажу эту насадку на пылесос. Включаю его. Вы видите, отсюда дует достаточно мощная воздушная струя. Я попытаюсь сейчас этот лист бумаги прижать к сопну. Объясните, пожалуйста. Почему этот лист бумаги прилипает к соплу вот этой насадки? Ведь отсюда дует мощная струя, которая пытается отбросить от лист. Тем не менее, лист прижимается к ней. А сейчас, дорогие зрители, третий эксперимент. Вот здесь, на демонстрационном столе, у меня расположены разнообразные предметы. Два одинаковых камертона, которые используются обычно либо в учебном процессе, либо для настройки музыкальных инструментов. В камертоне даже написано 440 Гц, что соответствует ноте ля первой октавы. Посмотрите, как звучит этот камертон. Один из камертонов поставим так, чтобы к верхней ветви прикасался легкий теннисный шарик, подвешенный на тонкой нити. Возбудим свободный камертон. Обратите внимание, что невозбужденный камертон стал отталкивать от себя этот шарик. Объясните, пожалуйста, почему шарик отскакивает от невозбужденного камертона. Следующий опыт у нас будет с колбой. Обратите внимание, что в этой колбе находится маслянистая бесцветная прозрачная жидкость. Колба заткнута пробкой, сквозь которой пропущена стеклянная палочка. Обратите внимание, что эта палочка достает до поверхности этой жидкости. А сейчас я сделаю следующее. Я опрокину эту колбу. И увидите, что палочка достает, оказывается, до дна. Но зато исчезла стеклянная палочка в толще жидкости. Она не видна. Переворачиваю колбу. Исчезла палочка. Та часть этой палочки, которая находится в жидкости. Это жидкость глицерин. Объясните, пожалуйста, почему стеклянная палочка, погруженная в глицерин, становится невидимой? А следующий эксперимент у нас будет с пластиковыми бутылками. В эксперименте у нас используются две одинаковые пластиковые бутылки и кипяток. Эти пластиковые бутылки сделаны из полиэтилен-терафталата, или сокращенно лавсан. Посмотрите, что произойдет с этими бутылочками, если ошпарить их кипятком. Одна из бутылок будет экспериментальной. Я на нее налью кипяток. А вторая бутылочка останется в качестве контрольной. Сравните. Одна бутылочка заметно уменьшилась размером. Почему это произошло? Ведь мы знаем, что обычно при нагревании тела расширяется, а здесь наоборот. Бутылка скукожилась, уменьшилась в своем объеме и размерах. В чем здесь дело? Такова причина. В следующем эксперименте у нас будет использоваться скамья Жуковского. Вот, посмотрите. Она имеет возможность свободно вращаться вокруг вертикальной оси, проходящей через центр симметрии. Вот она. Я буду вращаться на этой скамье, держа в руках две массивные гири. Каждая масса по 50 килограммов. Шучу, конечно. 8 килограммов каждая. Я сейчас сажусь на эту скамью Жуковского, разведу руки в стороны, вот таким образом отталкиваясь от нее и вращаюсь. Обратите внимание на скорость моего вращения. Я вращаюсь достаточно медленно. Сейчас я свожу руки вместе к оси вращения, и скорость моего вращения заметно возросла. Разводим руки в стороны, скорость вращения уменьшилась. Сводим руки, скорость возросла. Объясните, пожалуйста, почему при разведении и сведении рук с гантелями скорость, соответственно, уменьшается или возрастает. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok